Братья и сестры, мир вам! Христиане – это те, кто имеет веру в Иисуса Христа, и как христиане мы все стремимся обладать верой, не просто верой, а верой сильной и верой стойкой, не так ли? Однако, вот, действительность нашей жизни такова, что вера – это далеко не постоянная вещь. Наша вера колеблется между моментами ликования и между тяжелыми временами, которые могут привести человека даже к отчаянию. И вот нашей с вами вере постоянно угрожают сомнения. И редко встречается верующий человек, человек, у которого дух постоянно спокоен. Переживания, друзья, – одно из самых серьезных испытаний для веры любого верующего человека. Когда, может быть, боль, горе или другие формы страдания обрушиваются на нас, мы оказываемся застегнутыми врасплох, растерянными и полными вопросов. Если что-то и проверяет нашу веру, ну вот, если можно так выразиться, до предела, обычно, друзья, это делают переживания. Вот мое желание вместе с вами прочитать самые первые слова Священного Писания о зле. А, я думаю, текст перед вами. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну, конечно, библейский текст прямо не говорит нам о страданиях или переживаниях человека, или даже о вере человека. Однако, друзья, поверьте, вот часть ответа на многие-многие вопросы находится в данном объяснении, а именно в том, что человек познал зло. Человек познал зло. Итак, Адам от Творца получает Слово. В Эдемском саде Бог открывает вот ему свою волю. А плод дерева, ну, это было средство, средство, которое дает возможность отреагировать человеку, отреагировать всем существом. Вот не только в разуме согласиться с волей Бога, не только чувством осознать, что воля Бога, она хороша для меня, она благая, а именно вот всем существом сказать Богу «да» или сказать Богу «нет». И из чего становится ясно, что Бог создал человека именно для веры и для послушания. А, друзья, ясным или понятным становится и другое. Вот именно в такой обстановке Эдемского сада появляется еще возможность и непослушания. Появляется возможность непослушания, то есть через дерево познания добра и зла. Бог утверждает эту возможность для человека, возможность выбора для человека. И именно эта деталь отношений между Богом и человеком, оно имеет огромное значение. Ну, если бы Адам, спросить, если бы Бог оставил Адама без выбора, человек не был бы человеком в полном смысле этого слова. И именно вот это вот дерево познания добра и зла, оно как бы пробуждает человека не просто вот как личность, а не просто того, кто кушает, радуется и трудится, а именно вот как духовная личность, вот созданный по образу, по подобию Божью. А человек теперь имеет божественное слово. Слово вот для того, чтобы жить. И поэтому у человека очень высокое призвание. Получает возможность проявить себя свободно. А человек получает возможность проявить себя именно даже вот сознательно. Знаете, почему, друзья? А вот чтобы наши с вами да или нет Богу, они могли быть мотивированы любовью. То есть именно так вот проявить сыновью близость по отношению к Богу. Плоды дерева познания добра и зла – это стимул любить Бога, как говорит Священное Писание, всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. А что и было вот смыслом общения в пределах Эдема. И поэтому это общение не было туманным, оно не было расплывчатым, оно не было непонятным. Как и сегодня, друзья, это остается разумное общение. Бог одарил человека интеллектом или способностью мыслить и познавать. Для того, чтобы прежде всего способность мыслить и познавать была направлена к Богу, к Его истине и к познанию мудрости Бога. И поэтому, друзья, соответственно, или как следствие, великолепие человеческого разума. Великолепие человеческого разума обретается, когда человек думает о Боге. Когда человек познает мудрость Богу. Великолепие человеческого языка обретается, когда уста открываются для прославления Бога. Великолепие человека, как человека, обретается только, когда разум и уста. И все, что составляет нашу с вами природу, находит общение с Богом. Поэтому мы с вами понимаем, что без возможности выбора понятия отношений человека и Бога теряют смысл. А без возможности выбора понятия любви человека к Богу теряют свой смысл. Однако, друзья, мы с вами снова смотрим в Эдем и замечаем, что это не просто дерево какого-то познания. Это был определенный вид знания, знания добра и зла. А вот до этого момента, до появления дерева в Эдемском саду, Адам уже обладал очень-очень глубоким и широким знанием. И вот в том знании, которое он имел в саду, не было ничего злого или плохого. Адам знал, что все вокруг хорошо. Он знал, что вот эти вот отношения с Богом, они хороши. А больше того, вот даже Бог вот сообщил человеку о вероятности и возможности зла. То есть Бог рассказал человеку о зле. Бог сообщил человеку даже то, что будет результатом этого зла. Не ешь от дерева. Потому что тогда, когда ты вкусишь плоды, смертью умрешь. То есть Бог рассказал человеку о зле. Заметьте также, друзья, что вот это вот Божье повеление, оно не было просто командой запрета. Нельзя есть плоды с этого дерева. Бог очень хорошо объяснил результаты непослушания. И поэтому нарушение этого запрета, оно затрагивало самые важные интересы. Это было предупреждение любящего отца. Друзья, плоды дерева открывали возможность знания зла на личном опыте для человека. Плоды дерева открывали возможность знания зла на личном опыте человека. Узнать о зле от Бога – это одно, но быть участником зла – вот в чем разница. Итак, Адам получает истинное знание от великого вечного Бога, знание о том, каким будет результат непослушания. И когда человек все же нарушает эту заповедь, человек становится участником зла, стал участником всего, что последовало за нарушением этой заповеди. Друзья, это не было неправильное знание. Это был выбор, сделанный против Божьего предупреждения и заповеди. Итак, искушение сатаны, непослушание Адама и Евы привели к тому, что Бог проклял землю. Это проклятие, друзья, снимется только в последний день. А пока Священное Писание говорит, что все творение, оно совокупно стинает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Но вот для последующих рассуждений, позвольте мне привести одно различие. Это различие между тем, что мы можем называть естественным злом и нравственным злом. А к естественному злу относятся все, что приносит страдания, неприятности или трудности в жизни людей. А землетрясения, наводнения, болезни, травмы, смерть, друзья, это примеры естественного зла. А нравственное зло – это грех. Это грех разумных существ, грех людей и грех ангелов. И согласно Священному Писанию, друзья, именно нравственное зло, оно появилось первым. А таким образом, Писание дает нам ответ на проблему естественного зла. Естественное зло – это проклятие, наложенное на мир из-за нравственного зла. Грех принес смерть человеческому роду, а также вселенной, над которой должен был править человек. И вселенная теперь, она будет сопротивляться своему правителю, человеку, до тех пор, пока правитель, человек, не перестанет сопротивляться с Богу. Зло, с которым мы с вами встречаемся, напоминает нам с вами, друзья, о масштабах и последствиях любого греха человека. Друзья, вот что мне хотелось бы сказать в этом смысле. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на две иллюстрации того, что делает зло в этом мире. И первая иллюстрация, конечно, это о спасителе нашем Господе Иисусе Христе. Вы знаете, в Священном Писании есть библейский текст, который показывает ощущение Господа среди мира, наполненного злом. То есть вот если бы мы увидели Господа и вот понять переживание, то есть как Он ощущал себя, когда Он находился в мире, который наполнен злом. Вот Евангелие Матфея, 26 глава, 36-37 стих. Приходит Иисус на место, называемое Гефсимане, говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. Взяв с собой у Петра и обоих сыновей Зеведеевых, написано, начал скорбеть и тосковать. Скорбь и печаль. Печаль и глубокая скорбь характеризовали внутренний мир нашего Спасителя. Вот молитва в Гефсиманском саду – это момент самой сильной агонии для него. То есть он приближался к кульминации всей своей жизни. Друзья, Священное Писание очень ясно, очень красиво говорит нам о том, что наш Спаситель, Он был страдающим Спасителем. Он пошел туда, куда никто из нас не призван идти. Бог дал ему испить чашу, которая никогда не коснется наших губ. Друзья, на кресте Отец поразил его не одной смертельной болезнью, а всеми смертельными болезнями. Это не значит, друзья, что может быть у него вот в кармане было письмо от врача или звонок от врача, где ему было сказано о болезни к смерти. Друзья, он пошел на смерть без внешних признаков какой-либо известной болезни. Но совокупная боль, совокупная боль каждой болезни, она легла на Него. Он нес в своем теле разрушительные последствия зла. Последствия каждой болезни и каждой боли, известной человеческому роду. Друзья, Иисус страдал так глубоко, потому что масштабы зла в этом мире так велики. Все последствия греха были возложены на Него, и нести это страшное бремя было Его призванием. Нести это страшное бремя было Его призванием. Нести эту боль, болезни было Его миссией. И величие этого ужаса находится за пределами нашего понимания. Друзья, а Он понимал это. Он понимал это, потому что это было Его бремя. Друзья, Иисус принес свои страдания, чтобы искупить свой народ. А в жизни нашего Спасителя мы наиболее ясно видим, что страдание – это способ, избранный Богом, чтобы принести искупление падшему миру. Друзья, наш Спаситель, Господь Иисус Христос, известен для нас как муж скорбей, изведавший болезни. Прежде всего, друзья, согласитесь, я думаю, вы согласитесь с этим, что прежде всего понимание Иисуса связано именно с этим образом. То есть, как Библия передает его, какая самая главная картина Священного Писания нашего Господа. Друзья, это муж скорбей, изведавший болезни. Эта картина приходит нам из Ветхого Завета. Из того, что пророк Исаия говорит о нем, 53 глава книги пророка Исаии. Муж скорбей, изведавший болезни. Однако, друзья, именно с этим связан и еще один мучительный вопрос. Мучительный вопрос уже о смысле страданий человека, о смысле наших с вами собственных страданий или переживаний. Так часто мы пытаемся узнать, существует ли связь между моими страданиями и грехом. Существует ли связь между моими страданиями и грехом. И вот в Священном Писании есть еще замечательная иллюстрация, друзья, целая книга посвящена жизни замечательного человека Иова. Книга Иова, друзья, это пример уже человеческих страданий. Это пример страданий человека. Она повествует о жизни очень-очень праведного человека, благочестивого человека, человек, который не делал зла, пережившего в этом мире крайние страдания. А вот эти вот страдания, друзья, если вы помните эту книгу, они вот усугублялись тем, что у него были очень бесчувственные друзья. Вот бесчувственное отношение друзей к нему. А вот эти друзья Иова, они вот сделали вот такое предположение, которое Библия запрещает. Они предположили, что степень страданий Иова, она прямо пропорциональна его греху. То есть они предположили, что в нашей жизни существует соотношение между страданиями и грехом. И поскольку страдания Иова были великими, это было свидетельством того, что, свидетельство еще и того, что грех его был столь же велик. Братья и сестры, Библия, Бог не допускает такого уравнения. Мы помним вопрос, заданный Иисусу от человека, который родился слепым. Помните, ученики, рви, кто согрешил? Он или родители его, что родился злым. То есть есть вот ошибка в наших рассуждениях, когда проблема представляется так, будто существует только два возможных объяснения, в то время как в действительности есть еще одно, третье или более вариантов. Некоторые вопросы действительно имеют характер или-или. Например, вот Бог, он либо существует, либо его нет. Вот третий вариант, они существуют. Но то, что некоторые вопросы можно свести только к двум альтернативам, не означает, что все вопросы можно свести к таким вариантам. Именно эту ошибку совершили ученики в отношении человека, который родился слепым. Когда ученики рассматривали судьбу этого человека, слепого, они решили, что есть только два возможных объяснения. Либо вот слепота была результатом греха самого человека, либо результатом греха его родителей. И вот эти вот рассуждения, они были очень ошибочными. Они не были полностью беспочвенными. Друзья, ошибочными, но далеко не беспочвенными. Они были правы в одном предположении, достаточно хорошо знали Священное Писание, чтобы понять, что действительно существует связь между страданиями и грехом. Они понимали, что страдания и смерть вошли в мир из-за греха. До того, как грех вошел в мир, не было ни страданий, ни смерти. То есть смерть для человека, она неестественна. Она может быть естественна для падшего человека, но далеко неестественна для человека, который был создан в Эдемском саду. То есть Адам не был создан для того, чтобы умирать. Он был создан вот с этой возможностью смерти, но не с необходимостью смерти. И смерть появилась как следствие греха. То есть если бы не было греха, то не было бы и смерти. Но когда грех вошел в мир, добавилось проклятие грехопадения. И все страдания и смерть вытекают из этого комплекса греха. То есть ученики были правы в этом. Ученики были правы отчасти и в другом. Они знали, что иногда действительно существует прямая связь между грехом человека и его страданием. Но вот ошибка учеников заключалась в их предположении, что между грехом человека и его страданиями всегда существует прямая связь или какое-то фиксированное соотношение. В этом мире есть люди, которые страдают гораздо меньше того, чем они заслуживают. Согласитесь? Или наоборот. Вот другие люди переносят большую доль страданий. Вот это мы замечаем вот в книге Псалмов, когда Давид говорит, Господи, доколе, Господи, нечестивые, торжествовать будут. То есть и Давид это спрашивал, доколе нечестивые будут торжествовать. То есть, знаете, вот все эти соображения остаются в стороне. Но вот факт остается фактом. Вот даже если говорить о нашей с вами жизни, иногда мы с вами совершаем это заблуждение. Мы ограничиваем причины наших страданий. Как ученики ограничивали причину слепоты этого человека двумя возможными объяснениями. Грех самого человека или грех его родителей. В то время как существовало, по крайней мере, еще одно объяснение, которое не всегда принимается во внимание. И вот что сказал Господь, что это ни одно и ни другое. Второе, причина, по которой человек родился слепым, не заключалась в его грехе. Или не заключалась в грехе его родителей. Иисус сказал, что человек родился слепым, чтобы в нем открылись дела Божьи. Я думаю, для нас с вами, друзья, это поразительная истина, которая поражает, удивляет нас важнейшим учением. Она служит для нас с вами предупреждением, чтобы мы, конечно, не делали поспешных выводов о причинах от переживаний наших личных или переживаний других людей. Бог использовал слепоту вот этого человека для своей великой славы. И в этом случае зло, болезни или страдания было использовано для славы Бога. То есть Бог одержал над ними победу и осуществил через них свой славный план. Точно так, друзья, мы можем с вами вспомнить страдания Иосифа от рук братьев. Однако вот из-за вероломства вот этих вот людей, Божий план для всей истории человечества, он был осуществлен. И в момент примирения Иосиф воскликнул и сказал, «Вы умышляли против меня зло», а Бог обратил это в добро. То есть Бог может зло обратить в добро. И здесь мы с вами видим, как Бог действует через зло, чтобы совершить спасение. Божье действие не сделало зло братьев Иосифа менее злым. А Божье действие не облегчило страдания Иосифа. Точно так же, как предательство Иуда Иисуса не перестало быть злым поступком. То есть оно принесло Иисусу несправедливые страдания. Так же, как Иосиф стал жертвой несправедливости своих братьев. Друзья, но над всей несправедливостью, над всей болью и всеми страданиями стоит вечный Бог, который осуществляет свой план спасения над, против и даже через зло. А то, что Иисус сказал Своим ученикам о слепом человеке, очень ясно показано в книге Иова. Может быть, если бы ученики как-то вспомнили эту книгу, или, может быть, лучше знали эту книгу Ветхого Завета, возможно, они впали бы в такое вот заблуждение. То есть они совершили ту же самую ошибку, которую сделали друзья Иова. Иов протестовал против слов своих друзей. Вот послушайте эти вот проразительные слова этого человека. Он говорит, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило вот тебя так отвечать? Я мог бы так говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. А подумайте, друзья, о совете, который получил Иов от своей жены. Ты еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. Конечно, для человека, который переживает вот такие страдания, получить совет из лучших побуждений, он часто звучит, отказаться от борьбы. Обычно вот такие советы исходят от тех, кто ближе всего к нам и кто любит нас больше всего. Ну вот помните, лучшие друзья Иисуса, это апостол Петр, он пытался отговорить его от путешествия в Иерусалим. Точно так же вот родная жена Иова говорила ему, прокляни Бога и умри. То есть она побуждала его поступить со своей праведностью, чтобы облегчить свою боль. Она хотела как лучше. Иов, очевидно, сострадала своему мужу, то есть она побуждала его выбрать какой-то легкий путь. Но и слова только усилили разочарование Иова. Иов не понимал, почему Бог призвал именно его вот так страдать. Друзья, он понимал, что это Бог призвал его страдать. Ему было достаточно трудно быть верным своему призванию, вот без того, чтобы его близкие пытались отговорить его от этого. Вы знаете, вот у Ленардо да Винчи есть незаконченная картина. Она называется «Святой Иероним». Центральным героем композиции является кающийся человек. Фигура вот этого Иеронима в пустыне, она очень выразительна. Вы знаете, художник смог изобразить все мускулы лица и шеи. Ну, можете посмотреть эту картину, вы увидите, что у этого человека в руке камень. То есть вот-вот он готов бить себя в грудь. Это картина кающегося грешника. У того же автора, у Ленардо да Винчи есть картина, которая называется «Последняя вечеря». Очень известная для нас с вами картина. Вот когда между учениками Господа происходит это замешательство, друзья, это момент. А когда Христос объявил им и сказал, что один из вас предаст меня. У Рембрандта есть картина, которая называется «Артаксеркс, Аман и Исфирь». Вот именно тот момент, когда они собрались вместе, и Аман начал трепетать от того, что его обман стал явным. Для чего я это говорю? Вы знаете, друзья, художники, скульпторы, они не занимаются своим ремеслом при помощи видеокамер. Но вот их объекты, они неподвижны. То есть если это картина или это скульптура, то, что передо мной, это неподвижно, они как бы застыли в одном мгновении времени. И вот цель и талант, и дар художника, друзья, показать сущность человека в определенный момент. Для чего я это говорю? Вы знаете, если подумать о жизни Иова, вся его книга, вся книга, посвященная этому человеку, или вся жизнь этого человека, есть ли такой определенный момент, который можно остановить во времени и понять сущность происходящего. Друзья, позвольте напомнить этот библейский текст. Если это определенный момент, момент, достойный вечного забвения, очень короткий кадр из жизни Иова. Послушайте, друзья, 13 глава, 15 стих. Вот! Он говорит о Боге. Он убивает меня. Но я буду надеяться. А, скорее всего, это тот самый момент, короткий кадр из его жизни, который достоин забвения. А, скорее всего, друзья, это слова, которых никогда больше не произносили грешные люди. Может быть, не было более глубоких слов, более глубоких слов, которые когда-либо произнесены смертным человеком. Он убивает меня, а я буду надеяться. Дорогие друзья, доверие Иова, оно колебалось. Он никогда не умирал. Он скорбел. Он плакал. Он протестовал. Он сомневался. Друзья, он даже проклинал день своего рождения. Но он крепко держался за свою единственную возможную надежду. Упование на Бога. Он проклинал себя. Упрекал свою жену. Упрекал друзей и друзья. Иов никогда, никогда не проклинал Бога. Иов взывал к Богу за ответами на свои вопросы. Он отчаянно хотел знать, ну почему, почему он призван принести столько страданий. Друзья, Бог ответил ему. Ответил ему из ветра. Но ответ Бога был не таким, как ожидал Иов. То есть Бог отказался дать Иову подробное объяснение причин его страданий. Бог не открыл Иову своего тайного совета. В конце концов, друзья, единственный ответ, который Бог дал Иову, был откровением о себе. Как будто бы тихо-тихо Бог прошептал ему на ухо. Иов, я твой ответ. Иов, я твой ответ. Иов, вот это вот интересное призвание Библии. Он не просто доверялся кому-то плану, друзья. Он доверялся личности. Он доверялся личности Бога, вечному, мудрому, благому Богу. Как будто бы Бог много раз повторил потом Иову, Иов, узнай, кто я. И чем больше ты узнаешь меня, этого для тебя будет достаточно, чтобы в жизни справиться с чем угодно. Чем больше ты узнаешь меня, этого будет достаточно, чтобы в твоей жизни справиться с чем угодно. Друзья, Бог вот как бы призвал Иову проявлять эту сокрытую веру. Сокрытая вера, друзья, это не слепая вера. Это вера, которая знает Бога. Это вера, которая просветленная познанием качеств Бога. Вы знаете, если бы Бог никогда не открывал нам себя или ничего о себе и требовал, чтобы мы вот домиряли Ему вот в этой тьме, это требование было бы требованием слепой веры. Но Бог никогда, друзья, не требует от нас с вами слепой веры. Он никогда не призывает нас прыгать во тьму, наоборот, друзья, Он призывает нас с вами оставить тьму и войти в свет. Это свет, свет Его лица. Это сияющий свет Его личности, в котором нет и тени превратности. Когда мы находимся в сиянии славы Его личности, друзья, доверие Богу, оно не слепо. Когда Евг говорил, хотя он убивает меня, я буду доверять Ему, он показал нам, друзья, да, его знание о Боге было ограниченным, но оно все же было очень глубоким. То есть для него уже было достаточно знать о качестве Бога, чтобы понять, что Бог заслуживает доверия. Бог заслуживает доверия. Бог заслуживает того, чтобы Ему доверяли. Он заслуживает нашего доверия к Нему. И чем больше мы понимаем о Его совершенствах, друзья, тем больше мы понимаем, насколько Он заслуживает доверия. Вот почему наше с вами христианское паломничество, наша с вами христианская жизнь движется от веры к вере, от силы к силе, от благодати к благодати. Наше с вами паломничество всегда движется к крещендам. Как ни странно, друзья, наше с вами паломничество проходит через страдания и скорби. И вот апостол Павел мог написать следующие слова. Мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда на Бога не разочаровывает. Если надеясь на что-либо или кого-либо меньше, чем на того, кто имеет власть над злом, в итоге, друзья, над смертью, я обречен на разочарование. А переживания доведут меня до безнадежности. Тот характер, который, может быть, у меня есть, он обязательно распадется, он сломается. Именно надежда на Христа, надежда на Бога, нашего Спасителя, позволяет нам устоять во времена скорбей и бедствий. Дорогие друзья, братья и сестры, у нас есть якорь, якорь наших душ, который покоится в том, кто шел перед нами и победил. Мы поблагодарим Бога за это в наших молитвах. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин